К другим темам выпуска. Надежный и комфортный круиз уже на линии. На этой аномально морозной неделе новый автобус доставил вахтовый персонал вместе с нашей съемочной группой на юбилейный промысел. До этого его возможности оценили на Медвежке и в Новом Уренгое. Напомню, что в автопарке компании «Газпром Добыча на дым» это первый пассажирский автобус междугороднего класса отечественного производства на газомоторном топливе. Сумки и чемоданы на готове, значит вахтовые бригады готовы выехать на работу. Одних доставить на МСВИ давно испытанная техника, а тем, кто выезжает на юбилейку, впервые предстоит оценить круиз. Так называется пассажирский автобус отечественного производства. Одно из его важных преимуществ – работа на газомоторном топливе. Главное, чтобы было комфортно, тепло. Людям погода нас проверяет на прочность всех, и не только нас, и технику. Поэтому, если будет тепло, хорошо, удобно в автобусе, то это будет большой плюс. Повышается надежность, комфортабельность транспортных средств, удобство для работников. Самое главное, что в морозы ощущать себя более уютно в технике. Сохранить тепло в сильный мороз до минус 45 градусов призвана не только система подогрева двигателя, но и дверь. Большой плюс в ее расположении. Нет сквозняка, а климатическая система поддерживает оптимальную температуру. Весь салон обогрет, тепло, никто в куртках не сидел. Так что для наших условий, самый раз, для дальних поездок. Самое главное, что выявил, допустим, сегодняшний рейсик при нашей низкой температуре, минус 42 градуса, это то, что пассажирам удобно, и самое главное – тепло. Остановка в пути по традиции происходит в Пангодах. Здесь и вышла наша съемочная группа. А на обратном пути было интересно узнать, какую же оценку в тестовом режиме получил новенький автобус. Как пассажир и как эксплуатирующий человек, я точно скажу, что цифра 5. У Луаза у него пониженная температура больше, то есть он работает до минус 45. В отличие от 40, у него 5 градусов ниже. Может морозов больше выдержать холода. В этом убедились Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Газпромдобыча на дым».